Шестилетний Шуни является ни врачом, ни гипнотизером. Так, кто же он такой на самом деле? Он называет себя ластиком и утверждает, что возвращает клиентов то состояние ума, в котором они пребывали до курения и до страстного желания. Так что же это сработает? Именно это мы сейчас и выясним. Я курила уже 41 год. Прошло уже много лет. Вот уже 22 года я выпиваю примерно по пачке, полторы пачки в день. Сейчас я выкуриваю около двух пачек сигарет в день. Они входят в эту комнату единым целым. Они бессильны против курения и верят, что этот человек может раскрыть секрет того, как бросить курить. Во-первых, у меня, к сожалению, русский акцент. У вас сильный акцент и прозвище «Безумный русский». Его настоящее имя таково, и он утверждает, что может вылечить все, что угодно, от ожирения до наркомании, даже любовную болезнь с помощью манипуляций с биоэнергией. Вы испытываете какие-то странные ощущения? Шубенцев использует свои руки для перемещения этой энергии. Мне показалось, что по моей руке пробежала теплая волна. Это средство избавляет этого мужчину от боли в спине с довольно неплохими результатами. У меня болит поясница, шея. Есть что-нибудь еще? Нет, нет. Он хочет избавить вас от всей этой боли, и это выглядит почти так же, как если бы он вынимал ее и просто выбрасывал в окно. Мне кажется довольно странным, как он все это делает, как будто он убирает свои вещи для вас. Но эти люди пришли сюда для того, чтобы бросить курить. Так как же же движущаяся энергия позволит достичь этой цели? Все мы родились без желания курить. Поэтому люди начинают курить без всякого удовольствия. Первое, что вы должны запомнить, это то, что вы должны помнить. Это вовсе не удовольствие. Шубенцев говорит, что он может изменить энергию в мозге таким образом, чтобы вернуть его в исходное состояние, в котором он находился до того, как человек начал курить. Сеансы длятся два часа. В течение первого часа сумасшедший русский говорит, что он лечит боли, боли и депрессию, и объясняет, что он делает. В течение второго часа каждый человек встречается с ним наедине. Камеры не допускаются. Я закрыл глаза, и он издал какой-то звук. Вот и все на самом деле. Все произошло действительно быстро. Бывшая русская художница вот уже 22 года занимается продвижением энергии в Бруклине. Он повидался с более чем 100 людьми со всего мира, включая таких знаменитостей, как Билли Джоэл, Кортни Кокс и даже Дрю Берримор. Но сработает ли это для курильщиков из этой группы? Эта женщина приехала сюда аж из Аризоны. Больше ничего подобного не произошло. У нас с вами есть еще один последний шанс. Я не знаю, что произойдет, когда я войду за дверь, но я также верю, что если вы в это поверите, так оно и будет. Так что я стараюсь в это верить. У меня есть подруга, которая приехала сюда 4 года назад и с тех пор ни разу не курила. Так что с этой точки зрения я настроена оптимистично. Сейчас мы проследили за курильщиками в этой группе с момента начала сеанса, так как же у них дела? Мы сообщим вам об этом в четверг вечером. Результаты оказались довольно удивительными, так что следите за новостями. Возвращаюсь к вам, Джефф и Карен. Это должно быть очень интересно. Да, это так, есть. Спасибо вам большое. Я с нетерпением жду этого момента. На прошлой неделе мы сняли на видео, как им Шубенцов лечил группу курильщиков в своем офисе в Бруклине. В настоящее время многие из этих мужчин и женщин курят уже более 20 лет. Некоторые из них выкуривают более двух пачек сигарет в день. И так, как у них дела спустя полторы недели. Давайте сейчас же выясним, в чем дело. В России он был художником и боксером, но в Соединенных Штатах 61-летний мужчина является целителем, более известным как бруклинский сумасшедший русский. Шубенцов говорит, что он манипулирует биоэнергией, чтобы вернуть людей в их прежнее привычное состояние страстного желания. Так неужели этот сумасшедший русский когда-нибудь надувал сам себя? Жизнь иногда показывает хорошее направление, а иногда и плохое. Это просто удача, ничего не скажешь. Я просто не успел вовремя начать, потому что обычно мальчики начинают с малого. Дело вовсе не в том, что теперь я стал умнее. Так нуждался ли он когда-нибудь в том, чтобы избавиться от вредной привычки? Я никогда и никого не прошу сделать это за меня. Так что вы просто само совершенство. Нет, я далеко не идеален. Я просто не жалуюсь на это. Мне это не нравится. Она не является ни врачом, ни гипнотизером. И он говорит, что любой желающий может научиться делать то, что делает он. Мы хотели бы узнать, почему его называют сумасшедшим русским. У меня нет абсолютно никаких дипломатических способностей. Может быть, он и не обладает дипломатическими способностями. Но у него определенно есть к чему стремиться. Он лечил около 110 человек. Людей, которые приезжают к нему со всего мира, чтобы повидаться, в том числе знаменитостей. Члены группы встретились с ним неделю назад, чтобы бросить курить. Так что же все-таки произошло? Я уже говорил об этом, я не знаю. Может быть, через 2025 лет. Иногда через пачку, иногда через полторы пачки, иногда вообще не будет в течение трех лет. Мне кажется, что я всегда возвращался назад под тем или иным предлогом. Джим ни разу не курил в течение последней недели. Он говорит, что испытывал некоторую сильную тягу к курению, но это длилось недолго. Я пробовала использовать пластырь, жвачку, гипнотизера и иглоукалывание. Я перепробовала их все, но у меня ничего не получилось. Мардж Уотсон приехала из Аризоны, чтобы повидаться с сумасшедшим русским. По прошествии недели она все еще не курит. Тяга к курению и близко не такая сильная, как тогда, когда она бросила курить холодную индейку. Я все это время курил. Когда я был счастлив, когда мне было грустно, когда я был встревожен, взволнован, хорошо ли я проводил время или плохо. Это не имело значения. У меня всегда была причина курить. Но с 29 января Джим Линднер так и не нашел ни одной причины для того, чтобы курить. Его жена тоже бросила курить после того, как увидела это. Я не знаю, что произойдет, когда я зайду за дверь. Так что же все-таки произошло на данный момент? Я не курю. И Мишель Батлер говорит, что ее тяга к курению быстро проходит. У меня есть подруга, которая приехала сюда 4 года назад и с тех пор ни разу не курила. Так что с этой точки зрения я настроена оптимистично. Но это не панацея для всех. Мишель Джо Дивайн говорит, что она загорелась по дороге домой всего через несколько минут после окончания двухчасового сеанса. Сейчас еще пятеро членов группы также сообщили нам о том, что они не курят. Таким образом, из десяти членов нашей группы это сработало у девяти человек. Тем временем этот сумасшедший русский не отслеживает свой собственный показатель успеха. Но он говорит, что если у кого-то случится рецидив, он снова будет лечить его бесплатно. Если вы хотите узнать больше о сумасшедшем русском, зайдите на наш веб-сайт по адресу vb56. Субтитры создавал DimaTorzok